Вот это устройство, наш друг, помощник и в то же время источник опасности. Только за первое полугодие 2021 года в городе Бресте было зафиксировано более 500 преступлений в сфере информационных технологий. Мы хотим еще раз напомнить нашим зрителям, как защитить себя и свои финансы. Каждый человек не раз сталкивался со странными сообщениями от якобы представителей банков в социальных сетях. Многим звонили и выведывали их личные данные. Кому-то писали с просьбами перечислить денежные средства даже их собственные друзья, страницы которых, как оказывалось позже, были взломаны. Напоминаем, что для совершения преступления в отношении граждан могут быть использованы любые, даже на первый взгляд, самые незначительные сведения. Работники Брестского областного управления номер 100 ООСБ Беларусьбанк еще раз напоминают брещанам, на что прежде всего стоит обращать внимание и что ни в коем случае нельзя допускать, для того чтобы не оказаться обманутым. Третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты вашей пластиковой карточки, ее номер, срок действия, секретный код, который указан на обратной стороне. Кроме того, нельзя разглашать логины и пароли от интернет-банкинга, М-банкинга. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам, для того чтобы зайти, например, в интернет-банк. Всегда пользуйтесь официальным сайтом банка. Нельзя отправлять фотокарточки, фото своего паспорта. Нельзя переводить деньги на резервный счет, чтобы предотвратить их хищение. А также устанавливать какие-либо приложения для того, чтобы отменить заявки, например, на получение кредита. Если вы уже сообщили кому-то свои данные, если у вас возникли сомнения и кажется, что вас могли обмануть, обязательно блокируйте карточку через интернет, мобильный банкинг, круглосуточную сервисную службу, номер которой указан на обороте платежной карточки. Далее сразу обращайтесь в банк за помощью по официальным номерам. Внимательно следите за тем, с кем вы общаетесь в социальных сетях, в интернете или по мобильной связи. Сотрудники банка не звонят в мессенджерах, например, таких как Viber, Telegram или в социальных сетях, а также с номеров с кодом отличным от кода Республики Беларусь. Напомню, который имеет значение плюс 375. Будьте бдительны к своим финансам и личным данным. Не позволяйте другим обмануть вас.